Девушки отдыхают Да вот Нолик проспорил мне, что научит жучку сидеть и приносить помогатор Теперь катает меня Нолик, правда? Да, Катя, да Ой, это жучка, чтобы я еще раз Фух, 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 устал Нолик? Ой, очень-очень устал Сил совсем не осталось Фух Трыщ Спасибо, Нолик В следующий раз буду спорить с тобой на дорогу в школу Ага Фух, ты даже не представляешь, как я устал Ты устал, Нолик? Потому что использовал всю свою силу, чтобы довести симку Для движения любых объектов нужна сила Сегодня мы об этом и поговорим Внимание, опыт Берем коробку Берем коробку Я взяла коробку из-под своих любимых туфелек Еще нам понадобятся фломастеры Линейка Линейка Ножницы И Воздушный шарик В меньшей стороне коробки вырезаем квадратное отверстие Но для начала мы его наметим Кстати, Нолик Сколько сторон у квадрата? Ой, отвлекательная Симка, спорим, у квадрата четыре стороны? Хм, Нолик, не отвлекайся И вот мы вырезали квадратное отверстие У квадрата четыре стороны Раз, два, три, четыре Фиксики, ну как? Ну, наконец-то! Ну, спасибо, Симка! Теперь мы раскладываем фломастеры Так Ставим на них коробку Отлично И надуваем воздушный шарик Ложись! Спокойно Я контролирую процесс Фуууух Ой, серьезно? Да, Нолик, серьезно Полностью контролирую процесс А теперь Мы кладем шарик внутрь коробки Помещаем его Достаем хвостик из нашего квадрата И на счет три отпускаем Ребята, считайте с нами Один Два Три Новый вид транспорта Да, шарикомобиль Мы сдвинули коробку с помощью силы Которая зародилась внутри нее Когда я отпустила хвостик шарика Из него начал выходить воздух На стенке шарика и стенке коробки Работала сила выталкивания воздуха Поэтому коробка поехала Для движения нужна сила А если я буду больше двигаться Я стану сильнее? Конечно, станешь, Нолик Тогда мне пора Пока! Пойду послежу за этим спортсменом Пока, Катя! Пока! Пока! Привет, Катя! Катя, привет! Привет, привет, ребята! А мы сейчас смотрели, как мама Дим Димыча готовит овсяное печенье Мы ей весы починили Представляешь, когда мама Дим Димыча насыпала овсяные хлопья На весы их было так много А сахара нужно было положить столько же Только его оказалось совсем чуть-чуть Может быть, опять весы сломались? Нет, мне кажется, все правильно, ребята Сегодня я для вас приготовила интересный опыт В котором мы узнаем, от чего зависит вес Для этого нам понадобится Стакан сахара Несколько пустых стаканов Столовая ложка И различные красители Это фиолетовый, розовый, зеленый и желтый Катя, а что это за краски? Это нолик, пищевые красители Итак, у нас есть пять стаканов В первый стакан мы насыпаем одну ложку сахара Раз, два, три, четыре, пять Можно опыт начинать Во второй две В третий три В четвертый четыре А пятый оставляем пустым Теперь в каждый стакан Мы добавляем по три столовых ложки воды И немного перемешиваем А теперь добавляем краски Ребята, с какой краски начнем? С желтого! Хорошо, Симка, давай начнем с желтого Так Немного добавляем желтого Хорошенечко его размешиваем Так Отлично А теперь можно розовый Любимый цвет масси Хорошо, Нолик Давай розовый добавим Теперь фиолетовый Так, фиолетовый Отлично А теперь можно зеленый Это любимый цвет папуса Да, Нолик, я помню А теперь самое интересное Берем стакан с прозрачной водой И добавляем в него наши окрашенные сахарные сиропы Внимание, ребята Добавляем очень-очень медленно Так Видите, сиропы не перемешиваются, а ложатся отдельными слоями Ого, как красиво! А я и не знал, что такое возможно Большое количество сахара повышает плотность воды То есть делает ее тяжелее Поэтому зеленый слой весит больше, чем розовый Значит, зеленый слой будет в стакане самым низким Вот видишь, Нолик Зеленого сиропа совсем чуть-чуть А он при этом самый тяжелый Мы убедились с вами, что вес вещества не зависит от его размера Спасибо, Фиксики, что помогли мне провести этот опыт До новых встреч, ребята! Пока! Пока! Привет, ребята! А вы не видели симку с Ноликом? А то я их ищу везде Может быть, они здесь? Или там? Я вас вижу Выбегайте скорее Нас ждет интересный опыт Привет, Катя! Привет, Симка! Катя, привет! Привет, Нолик! Идите скорее сюда Не толкайтесь, ребята Вообще-то старших надо пропускать Ну вот, Катя Теперь она будет дуться Ребята, не ссорьтесь Нас ждет интереснейший опыт с мыльными пузырями Интересненько А что нам пригодится? Нам понадобится Шерстяная ткань Например, мой любимый шарф Ракетка Скотч с ножницами И Трубочка И стакан с мыльными пузырями Закрепляем Шарф на ракетке Скотчем Внимание! Чтобы поверхность была гладкая Ну что, ракетка у нас готова Теперь Мы берем стакан с мыльными пузырями И выдуваем шар Так, чтобы он аккуратно упал на ракетку Осторожнее! Отлично! А теперь мы можем его подбрасывать А когда мы пускали мыльные пузыри, они все полопались об ковер Мыльный пузырь опирается на ворсинки и отталкивается от них Поверхность пузыря достаточно упруга, чтобы не лопнуть Видите эти тонкие ворсинки? Именно из-за них нам зимой тепло в шерстяном свитере или шапке Между ворсинками скапливается теплый воздух, который мы прогреваем своим теплом Придумала! Можно играть бомбинтон мыльными пузырями! Нулик, пошли! Ура! И отличная идея! Пошли, Симка! Пока, ребята! Катя, пока! Пока! А бомбинтон действительно отличная идея! Пока, ребята! Подождите меня! Ребята, привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам об одном очень простом и известном опыте Катя, привет! Ты что тут делаешь? О, привет, Нолик! Симка! Симка! Ну, давай скорее! Мы так не успеем на твою школьную дискотеку! Катя вон уже тут! Сейчас как начнет показывать свои опыты! Ой! Да ну! Мы и так не успеем! Вон сколько еще работы! О, привет, Катя! Привет, Симка! Мы все успеем! Давай я тебе помогу! Ну, давай, Нолик, попробуй! Вот тебе желтый шарик! Ой! Не получается чего-то! Ну-ка! Все хорошо! Я вам сейчас помогу! Я знаю один несложный опыт, который нам поможет надуть эти шарики и сделать наш праздник намного ярче и красочнее! Итак, внимание! Нам понадобится обыкновенная пищевая сода, вот небольшая воронка, совсем хорошенькая чайная ложечка, также простая пластиковая бутылка, мягкие-мягкие наши любимые салфетки и, внимание, немного уксуса, будьте аккуратны! Итак, приступим, Фиксик! Итак, берем воронку и аккуратно вдеваем ее в воздушный шарик. Затем берем нашу соду и чайную ложечку и засыпаем три чайные ложечки в нашу воронку. Внимание! Воронка должна быть сухая, чтобы сода могла с легкостью пройти в воздушный шарик. Повторяйте со мной! Вот, вторая ложечка и третья. Стой! Стой! А как же мы его потом надуем? Он же будет совсем невкусный! Подожди, подожди! Мне кажется, я все поняла! Ну, конечно, Симка, но пусть это останется нашим маленьким секретом. Ты тыщ! Теперь, ребята, берем воронку и протираем ее нашими салфетками от соды, чтобы она стала чистой-чистой. Так, у меня, по-моему, чистая. Теперь берем нашу бутылочку, вставляем туда воронку и, внимание, наливаем уксус. Будьте очень аккуратны! Вот, совсем на донышке у нас получился уксус. И берем наш шарик и надеваем шарик на бутылку. Будьте аккуратны, попросите взрослых помочь вам. Фу, как неприятно пахнет! Мне тоже, Долик, не очень нравится запах уксуса. Но, к сожалению, без уксуса нельзя приготовить ни хлеб, ни тортики. Но об этом я расскажу попозже. А сейчас начинаем опускать соду в уксус! Ой-ой-ой, смотрите, ребята! Раз, два, три, четыре, пять! Ровно за пять счетов наш шарик заполнился углекислым газом. Теперь его можно перевязать. Так, внимание. И можно симптомести на твою школьную дискотеку. А я сразу поняла, что это за опыт. Нам такой в школе показывали. Уксус и сода при смешивании выделяют углекислый газ. И это называется химическая реакция. А я тоже понял сразу. Это все легкодня. Но, только я не понял, а при чем тут тортики? А тортики при том, что они делаются из воздушного теста, как и самый свежий хлеб. Ну а чтобы тесто получилось воздушным, в него добавляют уксус и соду. И тогда тесто наполняется самыми воздушными пузырьками. Кстати, вот смотрите, очень воздушное и очень вкусное. Ммм, пузырьки внутри. Наверное, но только пиксики не едят пирожные, но очень любят веселые праздники. Кать, а помоги нам надуть остальные шарики. Чтобы надуть шарик быстро и безболезненно, нам понадобится 1 пластиковая бутылка, воронка, полстакана уксуса, 3 чайных ложки соды и салфетки. Заправляем шарик содой с помощью воронки. Протираем воронку. Затем наливаем с помощью нее же уксус в бутылку. Цепляем шарик к горлышку. Переворачиваем. Шарик стремительно наполняется углекислым газом, который выделяется в ходе химической реакции. Вот такой простой и красочный опыт. Спасибо вам, фиксики, что помогали. И удачи на вечеринке! Ту-ту-ту! Ну, может, все-таки плиту починим? Да какая плита, Нолик! Мы ее доломаем, и Мася еще больше расстроится. О, фиксики, привет! А чего вы такие грустные? Привет, Кать! У Маси завтра день рождения. Я предлагаю починить плиту. А Симка вон против. Кать, ну какая плита! Мы ремонт плит еще не проходили. Ребят, давайте подарим Масе на день рождения лава-лампу. Я как раз сегодня шипучки купила. О, а это не опасно? Нет, Симка, это совсем не опасно. Ура! Обожаю шипучки и взрывучки! Кто бы сомневался! Так, фиксики, рядышком становитесь. Будем с вами сейчас проводить опыт. Итак, нам понадобится самый вкусный-вкусный сок. Пожалуйста. Растительное масло, которое вы можете найти на любой кухне. Прозрачный стакан. И, конечно же, шипучки. Приступим! Берем стакан и наливаем одну треть нашего сока. Э-э-э, это же для опытов! Хорошо, хорошо, Симка, все, больше не буду. Тогда на две трети нужно налить масло. Но только аккуратно, чтобы не будоражить сок. Уже красиво получается, правда ли, ребята? Да ведь они перемешаются! Нет, Нолик, они не перемешаются. Так как масло легче сока. И у них разная плотность. Масло легче сока. И поэтому они друг друга отталкивают. Вот именно поэтому маслянистые руки нельзя вымыть сразу простой водой. А-а-а! Совершенно верно, Симка. Масло легче сока и воды одновременно. Поэтому масло держится все время на поверхности. А вот шипучка и тяжелее легче одновременно. Ух ты! Вот это да! Вот это да! Класс! Здорово! Какая красота! Сколько пузырьков! Нужно наполнить стакан на треть цветным соком и на треть маслом. Затем опустить шипучую таблетку. Ингредиенты витаминов реагируют с водой. В ходе этой реакции выделяется углекислый газ. Пузыри поднимают на поверхность сок, а он оказывается тяжелее масла и тянет пузыри на дно. Ура! Кать, мы определились с подарком. Подарим Масе лавалампу. Молодцы, ребята! И ее поздравьте также от меня. Пожелайте ей всего самого наилучшего. А для вас я приготовила вот шипучку. Ура! Идем скорее делать лавалампу для Маси! Скорей! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Привет, ребята! Привет, фиксики! Привет! Привет всем! Ой! 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 Нолик, ну ты чего? Ах! Ничего страшного, фиксики! Ничего страшного! Это, кстати, поможет понять ребятам наш сегодняшний опыт. Все видели, как пачка крахмала упала? Да? Да! Так вот, ее притянула к себе земля. Все, что мы видим вокруг, включая нас самих, да-да, фиксики, включая нас самих, держится на поверхности земли из-за силы земного притяжения. Сегодня мы будем делать вещество, которое называется неньютоновская жидкость. Это значит, что оно ведет себя не так, как все другие вещества. Так, фиксики, приступим? Конечно, приступим! Скорее! Нам понадобится большой прозрачный контейнер. Вот какой у меня есть! Какой хороший! Также нам понадобится крахмал. Как видите, он уже стоит у нас на столе. И всего их пять стаканчиков. Также я налила в стаканчик воды простой. Целый стакан воды и краситель. Любой пищевой краситель, который вам нравится. Нолик, помоги, пожалуйста, подержи ложечку. Спасибо! Итак, засыпаем крахмал в контейнер. Тут примерно 800 грамм. Как будто снег. Разводим в стакане воды наш краситель. Выливаем нашу подкрашенную воду в крахмал. Что-то как-то совсем, знаешь, как неаппетитно выглядит. А мне нравится. Только пока не понятно, что в этой жидкости неньютоновского. А вот что. Если оставить это вещество в покое, то есть не трогать совсем, то оно выглядит как вода. Вот, посмотрите. Но стоит мне только запустить в него свою руку и сделать вот так, как оно сразу превращается в твердое вещество. Видите? Чтобы получить неньютоновскую жидкость, смешайте воду и крахмал в соотношении 1 к 5. В воду можно добавить несколько капель цветного красителя. Как мне нравится. А можно попробовать? Конечно, можно, Нолик. Давай скорее. Пу-у-у! Пи-ди-иш! Пу-у-у! Ау, как здорово! Смотри, по этой воде можно ходить. Да, еще можно прыгать. Пу-у-у! Пу-у-у! Та-ду-у! Симка, смотри! Я тону в гигантском розовом болоте. Но, Нолик, тут невозможно утонуть. Просто подпрыгни. Смотри. Тышь! 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 Как здорово! Скорее идите делайте этот опыт. Это очень здорово! А кто такие пиксики? Большой-большой секрет. Ап! Ну, а нам с вами пора прощаться. До свидания, ребята. Пока-пока! Ту-ду! Симка, что это такое? Не знаю, Нолик. Наверное, это нано-пенопласт. Привет, фиксики! Привет, ребята! Привет, Кать! Вы знаете, я сегодня была в планетарии. Представляете себе? Ого! А нам на уроке дедус рассказывал, что у него там работает дальний родственник. И обещал нас отвезти туда старших классов. Ммм, ну везет вам, Симка. А меня вот, наверное, никогда не пустят в технические помещения. Но зато, Нолик, ты знаешь, что я решила? Что? Что сегодня мы сделаем домашний планетарий своими руками. Хотите? Да! Тогда нам понадобится, итак, внимание, фольга, двухсторонний скотч, ножницы, у меня очень острые. Фонарик таблеткой на батарейках. Простой скотч, баночка с крышкой и мягкая поверхность. У меня это утеплитель. Так, приступим. Итак, для начала нам нужно проявить звезды. Берем небольшой кусочек фольги, наши волшебные ножницы и делаем много-много-много маленьких дырочек на фольген. Это и будут наши звезды. Так, вот такое у меня получается созвездие. Ну что, готовы посмотреть мою работу? Так, внимание. Оп! У-у-у! Катя, а кто дает имена созвездиям и звездам? Созвездия и звезды назвали еще очень давно древние греки. Люди больше пяти тысяч лет наблюдают за небесными светилами. Ого! Да, Симка, очень давно. А названия сами появились из мифов и легенд. Но на небе столько звезд! Неужели про каждую есть своя легенда? Так, современные астрономы называют звезды набором цифр или букв. Или в честь ученых, открывших эти звезды. Но запомнить все, конечно, невозможно. Поэтому ученые уже много веков пользуются звездными картами. Внимание! Берем наше звездное небо и приклеиваем на нашу супер-банку. Для начала открутим крышечку, ставим на край и аккуратненько оборачиваем в баночку на наше звездное небо. Края заворачиваем внутрь, чтобы у нас получилась полностью серебряная звездная банка. Теперь нужно закрепить наши края на банке. Для этого берем скотч и закрепляем. Аккуратно. Я воспользуюсь ножницами. А у вас получается? Вот такая баночка у меня получилась. Здорово! А теперь нам нужно сделать так, чтобы наша банка засветилась. Для этого нам понадобится наша таблетка-светильник, крышка и двухсторонний скотч. Прикрепляем двухсторонний скотч к нашей таблетке. Небольшой кусочек скотча. Отрезаем. Прикрепили. И прикрепляем крышки. Готовы? Кать! А где же планетарий? Да, Кать! Это банка какая-то! Ну терпение, фиксики! Сейчас все будет. Так, готовы? Да! Вау! Вау! Вот это да! Как здорово! Спасибо вам, фиксики! Спасибо, ребята, что мы сделали это вместе в нашей планетаре. Спокойной ночи. Пока-пока! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. По-моему, неплохо получилось. Отличная танцующая змейка. О, привет, фиксики! О, привет, Кать! А что ты делаешь? Я готовлюсь к новому опыту. Хотите узнать, чем мы сегодня займемся? Конечно! Тогда готовимся. Итак, наш опыт называется «Танцующая змейка». Нам понадобятся ножницы, стакан, скотч, волшебная палочка, стакан соли. Будьте аккуратны! Игла, также зажигалка и свеча-таблетка. Берем рисунок ножницы и аккуратно вырезаем нашу змейку. Пшшшшшшш! Ой! Она теперь больше похожа на змейку! Итак, приступаем! Берем волшебную палочку и с помощью скотча прикрепляем к ней нашу иглу. Будьте аккуратны, ребята, так как игла очень острая и можно легко себя уколоть. Поэтому попросите, чтобы вам помогли взрослые. У меня нет никого рядом, кроме симки и нолика, но они мне помогают. Они очень хорошие помощники. Вот видите, как, ребята? И потихонечку наматываю скотч на палочку вместе с иголочкой. Берем наши ножницы и отрезаем. Практически готово. Теперь наша волшебная палочка с острым наконечником. Берем стакан и насыпаем в него немного соли. Примерно столько. Так, теперь берем свечку и поджигаем. Попросите взрослых вам помочь. Так, уже появился огонек. Кладем в свечку стакан. Будьте аккуратны, можно обжечься немножко. Теперь берем нашу шпажку и вставляем ее в стакан с солью. Итак, самый ответственный момент. Готовы фиксики? Накалываем нашу змейку на шпажку. Кать, она и вправду танцует! Ух ты! Здорово! Кать, а почему она кружится? Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. А на его пути как раз наша змейка. Он пытается ее подвинуть, тем самым дергая за хвост. А она вон показывает нам какие танцы. А вот холодный воздух наоборот стремится вниз. Поэтому по дому стоит ходить в носках или в тапочках. Правильно, Симка. Ну а нам, ребята, пора прощаться. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока! Для того, чтобы сделать опыт с танцующей змейкой, вам понадобится нарисованная змейка, стакан воды, соль, свеча-таблетка, зажигалка, спица, игла, ножницы и скотч. Вырежьте змейку из бумаги. Затем прикрепите иглу к спице с помощью скотча. Насыпьте соль в стакан, положите туда свечу и воткните спицу, зажгите свечу и приколите к игле змейку. Включите приятную музыку и можно танцевать вместе со змейкой. Привет, ребята! А вы не знаете, где Катя? Да! А что мы сегодня будем делать? Привет, фиксики! Привет, ребята! Вы что, меня потеряли, а? Привет, Кать! Привет, Кать! Ребята, мы сегодня с вами устроим водные гонки. Но наши лодки будут двигаться без помощи меня или вас. Представляете? Ого! А как это? А я сейчас расскажу. Итак, внимание! Нам понадобятся листы бумаги А4. Также воздушные шарики. И какая-нибудь емкость с водой. Для начала нам нужно сложить из бумаги наши лодочки. Кто умеет складывать оригами, признавайтесь. О, я не умею. А я умею. Симка, ты умеешь? Тогда показывай скорее. Как здорово, Симка! Какая ты молодец! Какие корабли помогла нам сделать! Даже я сделала для Нолика вот такую лодочку. Да, здорово! Мне очень нравится! Ну а теперь, ребята, их нужно раскрасить и назвать наши лодочки. Итак, Симка, давай назовем твою Симка! Давай! Так, берем фломастер и пишем Симка! Так, Симка! Симка! Так, теперь пришла очередь Нолика. Нолик! Нолик! Теперь, ребята, нужно надуть наши воздушные шарики, а то без них никак не поплывут наши лодочки. Берем наши воздушные шарики и надуваем. Симка тебе красный, согласна? А тебе, Нолик, синий! Хорошо! Ой-ой-ой, не улетай! Ну что, пришло время спустить наш мини-флот на воду. Опускаем наши кораблики на воду. Ах! Кать, а как они поплывут? Никак! Как-никак? Вот так! А если мы ничего не предприняем, то они вообще утонут. А что же делать? Как что? Они поплывут только с помощью статического электричества. Так, стоп! Я в эти игрушки не играю. Электричество и вода – это очень опасно! Симка, но мы же не будем использовать розетки и провода. Мы будем использовать наши воздушные шарики. Вот смотри, внимательно смотри, пожалуйста. Трем шарик об волосы! Слышите, как хрустит? Это все статическое электричество. А теперь направляем наш шарик к лодке-симке! Видите, видите? Плывет! Плывет, плывет, плывет! А мой! А мой! И твой Нолик плывет! Так, направляем и на перегонки! Чей корабль-то плывет быстрее, Нолика или Симки? Какие хорошие у нас лодки! Правда, ребята? Класс! Ура! Ты видела, видела мой корабль? А ты видел мой? Класс! Ура! Тыдыщ! Шарик притягивает корабль, потому что стремится избавиться от электрического заряда. Но как только ему это удается, он сразу теряет свою силу. Видите? А? Хе-хе! Еще немножечко поиграем. Пока-пока! Пока, ребята! Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Два листа бумаги и большой контейнер с водой Складываем кораблики Можно воспользоваться вот такой схемой Заряжаем шарик статическим электричеством Спускаем на воду лодки и управляем ими с помощью шариков Отдать швартовые А я говорю, что воздушные шарики это хороший сюрприз Нолик хороший, но недолговечный О, привет, фиксики О чем спор? Кать, Нолик хочет сделать подарок Дим Димычу на день рождения И украсить его комнату воздушными шарами А я говорю, а Симка, а Симка говорит, что это подарок Недолговечный и непрочный на один день Воздушные шарики? Хм, а я предлагаю вам сделать с ними опыт Как? Хотите? Конечно! Тогда приступим Итак, ребята, нам понадобится два воздушных шарика Зажигалка Свеча Стакан с водой И воронка В общем-то, Симка, я с тобой согласна Шарики и вправду не очень прочные А я что говорю? Так не честно! Подожди, Нолик, обо всем по порядку Приступим к опыту Выбирай, какой тебе шарик нравится больше Голубой Тогда скорее нужно его надуть Так пойдет? Да! Так, завязываем Ох, какой хороший шарик Теперь берем нашу свечку и зажигаем ее Будьте аккуратны, попросите взрослых вам помочь А теперь подставляем наш шарик под свечку Осторожно! Ой! 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 Ааааа! Тихо-тихо, Фиксики! Тихо-тихо! Все хорошо! Похоже, и вправду шарик не очень прочный Видел, видел? А я что говорю? Ну нет, Симка! Нолик, ну пожалуйста, ну не обижайся, Нолик! А теперь сделаем маленький фокус Берем наш шарик и нальем туда прохладной воды С помощью нашей воронки Так, наливаем Оп! Но теперь его нужно еще и надуть Надуваем Слушайте, там целое море Теперь зажигаем нашу свечку Попросите взрослых вам помочь И подставляем наш шарик под нашу горячую свечку Посмотрим, что будет Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Двадцать, тридцать, сорок Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто Сто двадцать, сто двадцать пять, сто тридцать, сто сорок Ну так можно считать до бесконечности Рассказать секрет? Слушай Шарик не лопнул над открытым огнем Потому что в нем была вода Пока вода не согреется, шарик не лопнет Да, нам в школе рассказывали, что вода согревается быстрее, чем воздух Правильно, Симка Примерно в двадцать пять раз Но если бы нам понадобилось столько согреть воздух, мы бы тут, наверное, до вечера сидели Ой, нет-нет-нет, у меня на вечер совсем другие планы Да, Катя, ведь мы идем на день рождения к Дим Димычу Ну тогда скорее бегите уже Хорошо, пока, ребята Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой Тыдыщ Ну что, ребята, пока-пока всем Чтобы провести опыт с огнеупорным шариком, вам понадобится Свеча, зажигалка, стакан прохладной воды, воронка и шарик С помощью воронки налейте в шарик воды Поднесите его к открытому огню и подождите Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»